Ролик создан специально для проекта Asus Studio. Всем привет, с вами снова Дмитрий Овчинников, также известный как Кинокиллер. Думаю, многие люди так или иначе хотят связать свою жизнь с Ютубом и вести канал на ту тематику, в которой они разбираются. Это может быть лайфстайл-блог, музыкальный канал, ну или, как в моем случае, канал, связанный с разбором фильмов. А так как кино смотрят все, то и каналов про этот вид искусства просто масса. Они буквально появляются, как грибы после дождя. И у каждого на старте есть свои недочеты и ошибки, которые не очень-то красят итоговый ролик. И сегодня я рассмотрю ошибки начинающего обзорщика. В большей степени на своем примере и опыте. И дам несколько советов с технической точки зрения. Наверняка кому-нибудь эта информация будет полезна. Как уже в первом ролике было сказано, самое главное это сценарий. И в идеале необходимо, чтобы вы подготовились к ролику как надо и изучили материал, с которым вы работаете, хотя бы на 80%, а иначе вы будете кусать локти, что где-то что-то не договорили. Но тут все зависит от ваших предпочтений и что именно вы хотите проговаривать в тексте. Далее техническое оборудование. Мой первый ролик выглядел и звучал примерно вот так. Здравствуйте дорогие друзья, с вами шоу Кинокиллер, где проводится масштабный стек, поиск косяков и подробный анализ в различных кинофильмах. Да, как вы можете увидеть и тем более услышать, здесь разговор про качество вообще не идет. Посему вам потребуется какой-никакой свет, например вот такой, микрофон, на первое время можно обойтись каким-нибудь дешевеньким рекордером, ну и ноутбук, чтобы потом монтировать. А для монтажа отлично подходит Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED за счет его второго экрана ScreenPad Plus. Внутреннее наполнение данного аппарата буквально кричит о том, что монтаж видео это то, для чего он был создан, ибо внутри этого ноутбука видеокарта Nvidia GeForce 3070 RTX, способная выдавать картинку 4К, оперативная память на 32 гига, повышающая работоспособность машины во много раз, и SSD на 1 терабайт, от чего монтаж превращается в какой-то праздник. Ну и очевидные плюсы в видеолет экрана, который выдает сочнейшую картинку, от чего вы всегда будете знать, насколько ваш итоговый ролик хорош, или же в нем стоит что-то подкорректировать. И конечно же второй экран ScreenPad Plus, поддерживающий 4К, и который выручит вас как при монтаже, так и при работе со звуком. Ну или если вы художник, то и с рисованием проблем не будет. Итак, переходим собственно к процессу монтажа и записи звука. Начнем, пожалуй, со звука. Лично я, как думаю многие другие, пользуюсь программой Adobe Audition, подключаю свою аппаратуру к ноутбуку и наговариваю текст, как вы могли видеть в предыдущем ролике про вступление к армии мертвецов. Но одно дело наговорить текст, а другое попытаться сделать его чище. Так как помещения, в котором я записываю, далеко не студия звукозаписи, то и посторонние шумы имеют место быть. А значит, надо сократить наличие потенциальных дефектов. Для начала накидываем Noise Reduction, чтобы программа автоматически почистила звук от посторонних шумов. Далее, чтобы звук не прыгал и не создавал у слушателей эффект кровь из ушей, кидаем компрессор, чтобы выровнять звук. Подгоняем уровни децибелов, чтобы звук не заходил в красную зону, и уже в самом конце нормализуем запись, чтобы получить готовый продукт. Если в вашей записи присутствует большое количество эха, то не лишним будет и подавление эха накинуть, но стоит быть аккуратным. Ибо звук может стать слегка сжатым, как будто вы в бочке сидите, но это на ваше усмотрение. Теперь переходим непосредственно к монтажу ролика. Работаю я, как вы уже могли заметить, с Adobe Premiere Pro. Программа поначалу относительно капризная в плане порога вхождения, но пара часиков, и вы разберетесь в том, как она устроена. Итак, первая ошибка, с которой я столкнулся на начале моего YouTube-пути, это джампкаты. Что это такое? Ну, например, вот вы стоите, или в данном случае сидите, произносите текст на камеру, а абзац слишком большой, и все запомнить не удается, поэтому приходится разбивать его на части, а потом впоследствии на монтаже это все склеивать. Ну, да, ты весьма самокритична. И то есть ты сразу не направилась к медикам, а побежала до своих друзей, да? Класс вообще. Видите? Вот эти дерганные склейки и есть джампкаты, которые многих зрителей могут раздражать. И я не могу их судить, ибо действительно это выглядит достаточно рвано и некрасиво. Так как решить данную проблему? Как вариант, учить абзацы с текстом целиком и записывать все без склеек. Или же сперва часть текста оставляем общим планом, а на продолжение реплики, то есть на следующем видео, делаем зум. И получается такая достаточно простая, но в меру стильная маскировка джампката. Само собой, здесь можно делать массу вариаций, добавить блюр или проделать наплыв камеры, все зависит от вашего воображения. Но мы на этом не останавливаемся, с джампкатами еще не покончены, ибо они еще и касаются фильмов, с которыми блогер работает. Все мы знаем, что на ютюбе действует политика авторского права, из-за чего не удается показать большие куски фильмов, так как может прилететь предупреждение с лишением монетизации, ну или в худшем случае страйк, а это никому не надо. Поэтому важные отрывки из сюжета или реплики героев приходится укладывать в допустимые 10 секунд. То есть мы нарезаем реплики и складываем вот в такую последовательность. Дим, а что читаешь? Комикс про Бэтмена. И как? Интересно, безумно интересно. Бэтмен ходит, расшит врагов, целуется с женщиной-кошкой. Очень-очень интересно. Видите? Вот, вроде бы диалог состоялся, важная информация есть, но с точки зрения красоты, все не очень-то хорошо выглядит, из-за постоянно скачущего изображения на катах. Поэтому зачастую я применяю тактику брать кадры, где не видно говорящего, и накладывать на моменты катов, чтобы изображение было более плавным и не сбивало темп повествования. Да и эстетически это смотрится гораздо лучше. Дим, а? Чё читаешь? Комикс про Бэтмена. И как? Интересно, безумно интересно. Бэтмен ходит, расшит врагов, целуется с женщиной-кошкой. Очень-очень интересно. Ну и, само собой, мы не можем не упомянуть микропланы. Вы даже не представляете, как этот дефект на монтаже заставляет бурлить кровь у меня не только как у зрителя, но и как человека, что связан с монтажом. Для тех, кто не в курсе, микропланы — это оставшееся изображение, которое упустил монтажер при подборе футажей для проекта. Чаще всего среди блогеров этот дефект еще зовется 25-м кадром. Да, 25-й кадр — это нечто другое, да и зачастую цель у него достаточно специфический, но мы все равно называем это так. На самом деле, проблемы тут небольшие, я бы даже сказал мизерные, ибо при монтаже этот дефект достаточно просто отследить. Самое главное — это отсмотреть материал, и если подобный микроплан находится, то он элементарно подчищается удалением одного кадра. Но некоторые почему-то ленятся это делать, чего я категорически не понимаю. Из-за чего может появиться микроплан, спросите вы. Ну, во-первых, это простая человеческая невнимательность. А во-вторых, тормозящее железо, которое не прогружает кадры достаточно быстро, чтобы монтажер смог заметить этот лишний кусочек изображения. Что ж, это все проблемы, которые я мог бы выделить у начинающих блогеров. Да, я мог бы затронуть еще качество картинки и звука, но это не принципиально, так как с ростом аудитории оборудование будет меняться, и, соответственно, качество будет расти. Так что не допускайте тех ошибок, которые я перечислил, и растите в творческом плане. С вами был Кинокиллер, до встречи. Еще больше разных роликов вы найдете на Asus Studio. Ссылка в описании.